И снова здравствуйте! Здравствуйте, мои удивительные, невероятные, светлые души! Я рада приветствовать каждого, кто зашёл на мой канал, кто смотрит данный эфир. А с вами снова я, мистик, философ, поэт Татьяна Сильдеева-Бурова. Итак, милые мои, хорошие, удивительные, невероятные, светлые души! Я решила продолжить прошлый эфир, где я говорила о том, что про знаки ангелов, хранителей, про цифру 2-2-2-2-2. Я там как-то немножечко сказала о том, что как нужно обращаться к хранителям. И дело в том, что после эфира, когда я взаимодействовала с хранителями, мы разбирали, я, вернее, записывала то слово, которое они мне поясняли значение. Как это я делаю уже на протяжении нескольких месяцев, как я начала взаимодействовать так сильно с хранителями, что я могу писать, слышать их подсказки. Я всё время конспектирую всю информацию, все, как бы сказать, они делятся со мною. Даже не понимаю, как это назвать, но для меня я получаю знания от них. Они мне делятся всей информацией, которая есть там. Они обо всём знают, хранители. Да-да, они знают обо всём. У них есть доступ ко всему и к таким моментам, как вот, например, слова, которые когда-то были созданы, как они были созданы, для чего и какую смысловую нагрузку эти слова имели в старину, в старые древние времена. Всё это у хранителей есть доступ к этому. И мне не нужно смотреть никакие книги, читать, никакие... Google мне не нужен в помощь. Почему? Потому что я взаимодействуя с ними, а они есть высшие силы, у них есть доступ ко всем вот этим вот базам, заложенной всей информации. И когда я взаимодействую с ними, я спрашиваю то или иное слово, либо они мне начинают подсказывать, потому что иногда я использую какие-то слова, которые я не должна использовать, либо они имеют такой смысл, не тот, который мы подразумеваем, и тогда наша какая-то жизнь, она неправильно идёт, потому что каждое слово, оно имеет как бы код. И вот в прошлом видео я сказала о том, что когда нужно, если вы хотите взаимодействовать с хранителем, вы должны говорить «Хранитель души, взаимодействуй со мной». А теперь вопрос. Почему вот мне многие говорят «Хранитель мой, будь со мной». Раньше мы так все говорили, но мы даже не знали, что «Хранитель» мы... Дело в том, что мы как говорим? Мы говорим от имени личности, и мы к «Хранителю» относимся как к чему-то личному, потому что слово «мой», сейчас я вам скажу, что это слово «мой» на самом деле означает, когда мы относимся к человеку. Вот. У меня тетрадь, где мы конспектируем все слова с хранителями. Они мне диктуют, я конспектирую, их разбиваю на стоги и узнаю очень-очень много интересного. И на самом деле это не просто знание, это кладезь такой, что можно потом быть очень осторожным и сдержанным в словах. На самом деле раньше в старину люди использовали меньшее количество слов, потому что использовали так слова очень аккуратно, поэтому у них жизнь была другая. Я говорю не о той жизни, которая была во время войны, до войны и какие-то, а те времена, о которых мы никто из вас не знаем. Их история, к сожалению, эти времена не описывает, когда был на земле мир и царило всё, люди жили в счастье, в радости и в гармонии. И тогда эти слова, когда создавались, у них была совсем другая смысловая нагрузка. Об этом мне рассказывают хранители души. Итак, слово «мой» расшифровывается как бы так. В нём был такой смысл. Когда бы это слово было предназначалось к человеку, допустим, мы если говорили «мой», можно взять и делать всё, что хочешь. Вот. А если к человеку, то с душой, которая тебе даёт. Так было. Поэтому слово «мой» они не использовали так к человеку никогда, потому что это считалось очень... Оно имеет такой сакральный смысл, и его в старину люди не использовали, потому что в этом слове ты как бы мог сказать... Ну, это... Так сказать, партюшка. Это как бы... Такие силы могли применяться к этому человеку, к его душе, направление именно к душе. И поэтому это слово всегда было очень со здоровьностью использовано, и нельзя было говорить, что этот человек мой. Или... Я тоже очень много говорю «душа моя», «мой человек». Но мы сейчас немножечко уже отошли от этого, и этих слов не знаем, что они обозначали, и поэтому так можем говорить, потому что мы не знали, как это, что это за смысл такой. Хранители говорят, что сейчас это можно слово говорить, но это слово нельзя применять и к хранителям. Дело в том, что хранители, они не... Понимаете, дело в том, что с хранителями люди всё воспринимают очень как с личностью, и они относятся как к другу или как к брату, забыв о том, что хранитель оберегает душу, а не личность. Вот это всё, что мне писал хранитель. В личности он помогает пройти более благостный путь, чтобы душе меньше всего пришлось пройти жизненных испытаний, которые у неё и так много было с прошлых воплощений. Это вот такую информацию мне написал хранитель мой. Когда я взаимодействую, я пишу очень сильно, и хранитель мне может очень много дать информации о какой-то ситуации. И вот они сказали, чтобы я объяснила людям, всем, которые смотрят мои передачи и видеоэфиры, которые хотят взаимодействовать с хранителями, они должны обращаться с хранителями так. Хранитель души. Потому что хранитель, он приходит сюда на... Он не на земле, но он приходит с душою здесь. И то он приходит в ритуальное хвостовое отверстие в тот момент, когда нужно подсказывать человека, направлять, и вот эти взаимодействия проходят с высшими силами. И это он оберегает душу. Он хранитель души, посланный Отцом Небесным. Потому что душа, она дитя Отца Небесного, часть Отца Небесного, его свет. Человек создан тоже Отцом Небесным, он и ребёнок его. Но человеку Отец Небесный дал возможность быть личностью, которая может что-то делать, бытовые вопросы сам. Понимаете? И именно бытовые вопросы. Потому что хранители и Отец Небесный не должен с вами находиться в момент ваших бытовых проблем, ваших быту. До этого дана человеку личность, для того, чтобы ты мог ориентироваться в пространстве, мог приготовить себе еду, мог спать лечь. Хотя в старину, в древние времена, в старые, древние, когда была ещё старая, как русичи тогда были, и Русь была. Тогда люди тоже всегда, когда готовили есть, они всегда взаимодействовали с хранителями. Поэтому они всегда молились. И за столом, когда кушали, они молились. И спать, когда ложились, они молились. И всегда они взаимодействовали. И тогда у них всё было хорошо и благостно. Это ещё я говорю до тех времён, когда люди не стали делиться на то, что случилось потом. Вот. И всё это было сделано с молитвой, и люди взаимодействовали очень сильно с хранителями. И тогда они тоже были личностью, но они так к хранителям и к Отцу Небесному не относились, как сейчас относятся. Дело в том, что многие люди, они к хранителям души относятся, как к своему личному ангелу-хранителю. Но вот сколько я сейчас взаимодействую, мне повезло просто, что я научилась с ними взаимодействовать и писать всю информацию, и правильно её понимать, и понимать, правильно менять своё мировоззрение, и правильное отношение к хранителям, к Отцу Небесному и вообще к высшим силам. И хранители говорят, что нельзя говорить человеку, что хранитель мой, потому что это не... Хранитель, он не личности хранитель, он хранитель души, он оберегает душу, которая и так в прошлых воплощениях очень сильно страдала, потому что вот до этого момента, сколько ей ещё пришлось раз родиться, и смотрите, две тысячи лет на Земле происходят войны и непонятные катаклизмы, войны, беспорядки. И постоянно всё это, душа так или иначе была, где-то участвовала в каких-то страшных ситуациях. Она испытывала невероятное количество страхов. За две тысячи лет сколько раз она могла родиться, прийти на Землю? Пять, десять? Это только вам скажут хранители. И то, если вы... Не потому что вы будете им взаимодействовать, а если вы станете мистиком. Вот. А мистиком это... Как многие думают люди, что это легко стать мистиком, на самом деле, это легко научиться взаимодействовать. Легко, если захотеть. Если очень сильно желать, можно научиться взаимодействовать, и что в итоге будет в скором будущем. А вот мистикам это даётся дар свыше, и мистик только может... Мистик может узнать, сколько было воплощения у него, у его души, и он может также сказать в вашей душе, а вас, сколько ваша душа сделала уже воплощение на Землю, и кем она была. Потому что у мистика есть такая возможность. Он может взаимодействовать с вашими хранителями, и неправильно сказала, с хранителями души, которая живёт в вашем теле, так, и хранители души, взаимодействия с душой будут рассказывать о том, что и сколько с ней, чего случилось с душой. Такие консультации я тоже даю, но они более такие углублённые, и, конечно, это совсем другой, колоссальный труд. Но это всё можно сделать, потому что это... это... это возможно сделать. Немножко просто это трудоёмкое, но для тех людей, кто желает, это всё можно сделать. И теперь вы должны знать, что хранитель, вы должны к нему обращаться так, хранитель души. Вы должны запомнить, что хранитель, он не ваш, потому что мой, это слишком переходит на личностные отношения, понимаете? Мой это... Мы всегда относимся так к человеку, мой друг, мой товарищ, мой супруг, мой брат, моя мама, мой, мой, мой. Но хранителю так обращаться нельзя, потому что мы немножечко тогда, получается, не чувствуем вот этой вот, как бы сказать, в один ряд, что ли, хранители с собой ставим и не понимаем о том, что мы-то с вами живём на земле, мы земные, в физическом теле, здесь вот ходим ножками, а хранители, они божественные, отца небесного создания, они посланники высших сил. Поймите это. Это очень серьёзно. Вы должны это знать. Когда я начала взаимодействовать с хранителями, я тоже очень много делала ошибок в плане того, что я не понимала, не чувствовала вот этой субординации и думала, как-то так относилась к этому. Но это неправильно, потому что хранители, они не наши товарищи, не наши друзья, они хранители души. И если мы будем это понимать и относиться к ним уважительно, как к хранителям души, как к высшим, божественным созданиям, посланникам Отца Небесного, и просить у них помощи, поддержки, звать их на помощь, они всегда помогают, потому что они помогают в первую очередь душе. А душа у каждого человека, которая пришла, явилась в теле человека, она желает прожить сто лет. Это тот возраст, который даёт Отец Небесный, когда душа спускается на землю. У каждого человека, у каждой души есть план прожить в теле человека до ста лет. А если она живёт благостной с Отцом Небесным, то Отец Небесный даёт ещё и больше. Представляете? Ещё и больше. Например, мне тоже очень хочется прожить до ста лет. Я буду стараться настолько, сколько возможно, что буду слышать и понимать для этого, но как... Я не знаю, как у меня ресурсы, какие жизненные способности, так всё-таки у меня... Тело моё немножко было с детства такое слабеньким, но я буду очень-очень сильно стараться. Ну, по крайней мере, я буду стараться хотя бы эти годы, которые мне даются, прожить их ну так очень грамотно, что ли, да, и правильно, взаимодействуя с хранителями, чтобы они были такие наполненные и полноценные, и чтобы как можно больше я смогла сделать полезного на земле, доброго и нужного. А для этого, конечно же, нужно всегда взаимодействовать с хранителями, потому что они помогают душе и личности. Если человек взаимодействует с хранителями, если он их зовёт на помощь, если он всегда обращается к ним, и не просто обращается, но ещё и исполнительный, как бы правильно всё делает, то хранители подскажут все действия и какие нужно применить для того, чтобы здоровье укрепилось у человека, для того, чтобы он стал более активным, жизнерадостным, и чтобы его век был действительно полным, и чтобы век этот был вот такой вот полноценный век сто лет. Вот. А я, Татьяна Синдзеева-Бурова, мистик, философ и поэт, желаю вам всех благ и обращайтесь к своим хранителям, опять говорю, к своим хранителям своей души очень уважительно и правильно. Видите, я тоже, так же, как и многие из вас, делаю такие вот оговорки в словах, потому что я тоже очень долгое время жила с таким мышлением и так думала. И мне, конечно, очень сложно всё это перестроиться, но я перестраиваюсь, и когда я так нечаянно вдруг говорю, то я всегда поправляю себя, исправляю, и потом ещё прошу извинения у хранителей, потому что это действительно очень всё серьёзно, и я говорю, хранители души, прошу вас, извините меня, что я опять вот так как-то обратилась. Но они знают, что я обращаюсь, и эти слова, когда говорю уже, если я даже ошибаюсь, то они у меня по-другому звучат. Это просто оговорка, а не потому, что у меня какое-то личностное к ним такое отношение. Нет. Я к хранителям души отношусь очень-очень серьёзно и уважительно, и я с каждым днём, чем больше, чем дальше я с ними взаимодействую, тем больше и больше я понимаю, что насколько это действительно всё серьёзно, и насколько это действительно такая благость и радость взаимодействовать с хранителями. И каждый человек может даже потом узнать, сколько у него хранителей, и каждому хранителю может так как-то обращаться тоже уважительно и благодарить за все действия или направления, или подсказки, советы, которые они нам дают. Вот. Ну, что я вам хочу сказать в заключении, что не бойтесь сделать ошибку в слове. За это вас хранители, конечно, не будут наказывать. Они всегда помогают Личности, которая ошибается, но потом исправляет себя. И они очень всегда радуются тому и ещё больше помогают, когда Личность осознаёт это всё, и она не переходит границу хранителям, именно как я вам уже ранее сказала, а относятся к ним очень так, как относится к ним духовный человек. Потому что духовные люди, они очень трепетно относятся и очень уважительно. Это как... Это всё сакральное, понимаете? Потому что мы, когда относимся вот к своим друзьям, близким, родственникам, у нас какие-то такие понебратские уже отношения. Хотя я научилась за всё это время уже относиться к своим близким тоже как к чему-то такому невероятному и божественным созданиям. Поэтому я даже и к супругу также уже отношусь как к душе, к части Отца Небесного. И с ним взаимодействую именно так. И к дочери своей, и к маме своей. Ну, а что говорить про хранителей, а тем более про Иисусе Милосердном и Отце Небесном. Ну, это вообще просто даже никогда, никогда близко не может стоять. И где мы, люди с вами, и где они? Всегда об этом помните, что хранители, они не ходят с нами пешком, не бегают с нами, не стоят с нами в очередях, вот так, как мы стоим с людьми и не сидят за нами за столом. И понебратские отношения, это неправильно. Всё должно быть совершенно по-другому. Это всё сакрально и всё это таинство, которое, если вы это поймёте, оно вам принесёт невероятную благость в душе, и вы будете жить совершенно по-другому. И жизнь ваша будет другая, и всё вокруг преобразуется, и с вами тоже будут люди обращаться тоже по-другому. Вот. А с вами была я, ваша Татьяна. Берегите друг друга, взаимодействуйте с Хранителями и храни вас всех, Отец Небесный, и пусть Иисус Милосердный вам помогает, исцеляет вас и оберегает. Да будет так!